Давайте поговорим о календарях, суперважном инструменте человеческой цивилизации. Представьте, если бы у нас не было календарей, был бы хаос, да? Мы бы не знали, когда отмечать дни рождения, не могли бы планировать праздники. Календари вносят порядок в нашу напряженную жизнь и помогают нам ориентироваться во времени. Но вот что самое интересное, люди пользуются ими уже тысячи лет. Древние цивилизации создавали собственные уникальные календари, исходя из своих потребностей и культурных убеждений. Некоторые древние календари следовали циклам Луны, другие ориентировались на движение Солнца. Некоторые даже совмещали эти два направления. Настоящий небесный синтез. Сегодня мы используем современный григорианский календарь. Но знаете ли вы, что помимо этой классики существует целая куча древних календарей? Да, они как старые друзья, с которыми мы не можем расстаться. Они помогают нам отмечать культурные праздники, планировать религиозные обряды и быть ближе к корням. Так давайте же познакомимся с некоторыми самыми известными. Пристегните ремни. Первая остановка — календарь Майя. Эти древние жители Мезоамерики серьезно относились ко времени. Их календарь представлял собой комбинацию лунного и солнечного циклов. В нем можно было встретить различные циклы внутри циклов, что делало его упомрачительно сложным. Это похоже на решение космической головоломки. Конечно, нужно упомянуть и древних египтян с их потрясающим календарем. Они использовали солнечную систему и старались совместить ее с разливом реки Нил. Отличная синхронизация с ритмами природы. И, наконец, календарь ацтеков, который сам по себе произведение искусства. Он представлял собой завораживающее сочетание солнечных, лунных и ритуальных циклов. Его замысловатая резьба по камню подобна космическому шедевру, в котором запечатлена суть времени. Эти древние календари не просто обозначали дни и месяцы. Они хранили в себе культурные традиции, религиозные ритуалы и исторические события. Они как маленькие капсулы времени, которые связывают нас с нашими предками и помогают сохранить их мудрость и традиции. Но самое интересное, что некоторыми из этих календарей мы пользуемся и сегодня. Например, китайским календарем. Он существует уже много веков, сохраняя китайские праздники и традиции. Вместо того, чтобы следовать только за Солнцем, как обычные календари, китайский уделяет пристальное внимание движению Луны. Каждый месяц начинается с новолуния и имеет свое особенное настроение. А в году 12 лунных месяцев. Но вот в чем загвоздка. Лунные месяцы не всегда идеально совпадают с нашим обычным годом. Поэтому время от времени китайский календарь добавляет дополнительный месяц, чтобы не отставать от времени года. Это как неожиданный выход на бис. А теперь давайте познакомимся с зодиакальными животными, настоящими звездами шоу. Каждому году в китайском календаре соответствует свое зодиакальное животное. Так, что-то похожее на сбор сказочной звериной свиты. Всего их 12. Это и умная крыса, и смелый тигр, и грациозный дракон, и многие другие. Поэтому, если вы родились в определенный год, считается, что вы обладаете чертами этого зодиакального животного. Представьте себе, что обезьяна или тигр – ваш талисман. Но как календарь решает, какое животное каждый год оказывается в центре внимания? Легенда гласит, что животные устроили грандиозную гонку. Ловкая крыса вскарабкалась на спину быка и выиграла соревнования, спрыгнув на финише. Именно поэтому крыса начинает зодиакальный цикл. Итак, давайте по нему пройдемся. Знаете ли вы, в год какого животного вы родились? Просто загуглите это и давайте посмотрим на животных. Посмотрите, есть ли у вас какие-либо из этих черт. После умной крысы в дело вступает могучий бык. Он известен своим трудолюбием и решительностью, как надежный и волевой друг, который всегда прикроет вам спину. После быка на сцену выходит бесстрашный тигр. Своими величественными полосами и свирепым взглядом тигр вызывает прилив азарта и желание приключений. Это смелый кошачий друг готов исследовать мир вместе с вами. Вслед за тигром появляется хитрый кролик. Представьте себе пушистого и очаровательного зверька, всегда готового привнести в жизнь каждого гармонию. Кролик добавляет в зодиакальный парад нотки мягкости и творчества, как легкий ветерок весенний день. Следующий смелый и огненный дракон. Это легендарное существо выходит на сцену, поражая всех мифической силой. Оно словно друг с мистическими вибрациями, который наполняет воздух магией и благоговением. После дракона в спектакль вступает мудрый змей. Этот змеевидный друг олицетворяет интуицию и проницательность, как проводник, ориентирующийся в поворотах жизни. Всегда приятно иметь на своей стороне умного наперстника. Следующее. Живая и игривая лошадь. Представьте ветер в волосах, когда вы скачете на лошади по чистому полю. Человек-лошадь всегда готов к авантюрам и захватывающим путешествиям. Затем в игру вступает грациозная и элегантная овца. Благодаря своему мягкому характеру и воспитанности овца привносит в жизнь мир и гармонию. Это заботливый друг, на которого можно опереться в трудную минуту. Вслед за овцой на пост заступает озорная обезьяна. Эта живая и умная проказница добавляет веселья и смеха на вечеринке. Она способна превратить любой скучный вечер в бурное приключение. После обезьяны гордый и уверенный в себе петух демонстрирует свои возможности. Это великолепная птица. Петух привносит в зодиакальную команду уверенность и напористость, как прирожденный лидер. Затем наступает время старательной собаки, которая виляет хвостом. Этот верный друг привносит в зодиакальную семью преданность, честность и много любви. Собаки известны как надежные компаньоны, которые всегда остаются рядом с вами. И, наконец, перед нами мудрая и нежная свинья с ее милым рыльцем. Свинья олицетворяет щедрость, доброту и изобилие. Это приятель, который умеет ценить все хорошее в жизни и приносит радость, куда бы он ни пошел. Вот он, парад зодиакальных животных во всей красе. В китайском календаре также есть принцип гармонии и ньянь. Согласно ему, каждому зодиакальному животному соответствует один из пяти элементов – дерево, огонь, земля, металл или вода. Это подчеркивает их индивидуальность, как добавление специй в коктейль. По китайскому календарю до сих пор проводятся некоторые праздники, например, китайский Новый год. Он также помогает людям определить наиболее удачное время для важных жизненных событий. Нужно спланировать свадьбу? Сверьтесь с календарем. Хотите начать бизнес? Да, календарь вас прикроет. Это как гадалка, которая ведет вас через повороты жизни. Итак, когда вы в следующий раз увидите китайский календарь, помните, что это праздник лунной магии, чудесных животных и культурных традиций. Теперь мы погружаемся в индуистский календарь. Он посвящен циклам и космическим ритмам. Вместо того, чтобы просто следовать обычным месяцам, индуистский календарь соответствует движению Солнца и Луны. Это похоже на безостановочную космическую вечеринку. Индуистский календарь не утратил своей актуальности и сегодня. Он наполнен красочными фестивалями и праздниками. От Дивали – фестивали огней, до Холи – фестиваля красок. Это феерия фейерверков в сочетании с яркими пинтбольными боями. Индуистский календарь также используется для религиозных обрядов и определения благоприятного времени. Он помогает определить лучшее время для свадьбы, новоселья и других важных жизненных событий. В индуистском календаре учитываются не только обычные 365 дней, но лунные и солнечные месяцы и даже високосные годы. Поэтому, когда вы в следующий раз взглянете на календарь, вспомните, что это не просто набор дат и цифр. Это замечательный инструмент, который связывает нас с нашим прошлым и направляет в будущее. Древние календари напоминают нам о нашей общей человеческой истории и красоте различных культур. Так давайте же приимем это удивительное разнообразие. Субтитры создавал DimaTorzok